всем привет дорогие друзья из стамбула мы уже третий день находимся в отеле мозаик и покажем вам в этом видео как выглядит завтрак в этом отеле что там подают ну и конечно же сходим в спа спа мы уже ходили вчера но с ними мы покажем все сегодня потому что вчера было много народу и мы не снимали не хотели никого беспокоить а сегодня покажем вам полностью спа пока люди завтра ресторан находится в отеле мозаик на первом этаже сейчас у нас завтрак и в отеле есть завтрак ланч обед бар работа с 10 до 0 и можно заказывать в комнату 24 часа в сутки можно заказывать еду ресторан выглядит вот таким образом здесь есть напитки вот такое кофе вот такой хан привет мы уже еду взяли поэтому покажу вам что здесь есть здесь есть чай конечно же различные сыр и колбасы арбуз огурцы помидоры как всегда салат различные закуски оливки четырех видов и здесь также есть хлеб вот такие вот мини-семиты мини-семиты очень вкусные можно взять хлеб или какой-то кекс и также можно хлеб запечь вот такой вот специальной машине сюда кладешь хлеб и и он сейчас покажу вам и он запекает в общем получается как как то здесь у нас совершит суп сегодня грибной здесь вам могут приготовить яичницу по вашему запросу конечно же есть сосиски омлет и есть картошка наггетсы а еще в этой гостинице делают потрясающе вкусные гёзлими делают с картошкой сыром и со шпинатом какие вы любите грибной я например люблю с картошкой айхан больше всего любит со шпинатом и здесь гёзлими начинка в гёзлими очень много накладут начинки и тесто такое плотное это потрясающая женщина каждый день делала нам вкуснейшие гёзлими с картошкой очень вкусный картошка я очень люблю герой съемки очень вкусный картошка смотри в колесе вы Luылин и в свой слабый мой любимый колес в колесе вера да 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 я помню вещи другого что делаю с помощью с картошкой вот так вот закрывают Я работаю в 8 лет. Где ты делаешь? Руссия. Руссия. Зверкан Ганым работает здесь 8 лет. И делает вот такие вот вкуснейшие гёзлемы. И мы её благодарим за то, что она каждый день нам делала гёзлемы. Спасибо. Спа в этом отеле находится на минус втором этаже. Очень классный отель. Нам здесь очень понравилось. И проводить наш семинар, конференцию. Заходя в отель, здесь находится лифт. Нажимаем на минус второй этаж. И попадаем в СПА. И в этом году, в этом же районе Везни Джилет. Она открывает новые СПА с новой концепцией. Где будут представлены терапевтические массажи. Оздоровительные процедуры в Хамаме. Ну и коктейльный бар. Витаминный бар с коктейлем. Сегодня воскресенье и к сожалению или к счастью у Татьяны нет. Почему? Потому что если вы хотите познакомиться с Татьяной. И узнать как вести бизнес в Турции. Ну и конечно же посетить это прекрасное СПА. И попробовать все их процедуры. Вы можете приехав в Стангул. Остановившись в отеле Мозаик. Ну и конечно же придя на минус второй этаж. Для того чтобы посетить СПА. И самое главное познакомиться с Татьяной. Потому что знакомство с интересными людьми. Оно наполняет и конечно же украшает нашу жизнь. При входе в СПА расположена конечно же ресепшн. И есть комнаты для переодевания. Современные классные удобные комнаты для переодевания. Комната выглядит вот таким образом. Здесь есть все. И конечно же душевые кабинки. И вот такие вот ящики для хранения вещей. Конечно же есть фен. Ну и палочки для ушей и так далее. В этом хамаме вы можете получить такие процедуры. Как пакет услуг в турецком хамаме. Это пилинг. Массаж пенный. Ну и конечно же сауна и паровая кожа. Конечно же здесь есть разные виды массажа. Как медицинский, оздоровительный. Классический. Массаж амурведа и так далее. И покажу вам сейчас одну из комнат для массажа. Они все очень классные и красиво украшены. Вы сразу настраиваетесь на отдых и на релакс. Вчера с Айхану и мне делали классический массаж. И девчонки сделали настолько классно. Несмотря на то, что они такие миниатюрные и маленькие. Но руки у них были очень сильные и эффект массажа чувствуется. Поэтому очень классный массаж. Здесь есть несколько комнат для массажа. И естественно перед массажем мы посетили хамам. Где нам сделали полностью пилинг. Нам сделали пенный массаж. Мы немножко отдохнули. После этого я поплавала в бассейне. И после этого мы уже пошли на классический массаж. Также в этом спа конечно же есть небольшой спортивный зал. Все поставители отеля могут им пользоваться. Мы им не пользовались. Знаете почему? Потому что мы очень много ходили и гуляли по Стамбулу. Давайте пройдем дальше. Я покажу вам бассейн. Бассейн очень теплый. Несмотря на то, что маленький. Он очень красиво подсвеченный. Днем плавать. Вчера на самом деле после долгой прогулки по Стамбулу было плавать одно удовольствие. Здесь есть также джакузи. Как я уже сказала бассейн. Есть лежаки для того, чтобы отдыхать перед процедурой в хамаме. И после процедуры в хамаме перед массажем. Также здесь есть небольшой бар. Где вы можете выпить различные напитки. Такие классические, как конечно же турецкий чай или кофе. Или витаминные коктейли. Давайте сейчас пойдем уже в хамам. И сейчас Айхану сделают пенный массаж. И вы увидите, как выглядит сам хамам. И как делается пенный массаж. Обязательно напишите в комментариях, были ли вы когда-нибудь в турецком хамаме. И делали ли вы когда-нибудь пилинг. И делали ли вам когда-нибудь пенный массаж. Также здесь есть сауна. Достаточно большая. Здесь мы тоже вчера были. Айхан еще раз пришел сегодня погреться. Айхан, на суги взяли мы? Да, сейчас. И после сауны сейчас пойдет в паровую комнату. Паровая комната находится прямо здесь. Половая комната с ментолом. Напишите обязательно в комментариях, где вы любите больше сидеть. В сауне или в паровой комнате. Продолжение следует. В сауне. Айхана сейчас делает пенный массаж. Перед этой процедурой идет процедура кирсе пилинга. После этого пенный массаж. И далее человек отдыхает и отправляется на обычный массаж. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, здесь вам также могут сделать пилинг. Не просто обычный пилинг, а пилинг с кофе, с морской солью и с кокосом. Ну и, конечно же, массаж. Можно сделать массаж шоколадный, с молоком и медом. Массаж аюрведический и так далее. Как я уже говорила, мы делали обычный, вчера классический массаж. Есть антистресс массаж, ароматерапия. И, как я вам говорила, классический массаж. Поэтому, как и вчера мне рассказывала Татьяна, она планирует открыть еще несколько спа, где уже будут терапевтические массажи, медицинские. Потому что у Татьяны также есть медицинское образование. Поэтому, когда вы в Стамбуле, обязательно приходите в это спа. Здесь очень красиво, чисто, уютно. Очень вежливый персонал. И я думаю, что этот отель и этот спа, и этот район, где он находится, стал одним из наших самых любимых. А знаете почему? Потому что здесь все очень близко к основным достопримечательностям Стамбула. И, конечно же, к мечети Султан Ахмед, Голубой мечети, и к собору Святой Софии. Поэтому, когда будете приезжать в Стамбул, обратите внимание на этот отель. Я думаю, что вам так же понравится, как и надо. Ну что, дорогие друзья, наш отдых, работа. И все самое интересное в этом отеле на этот раз заканчивается. Только что приходили наши клиенты, мы с ним обсуждали новый проект. В общем, отель Мозаик – потрясающее место, как для отдыха, так и для бизнеса. И мы благодарим этот прекрасный отель. Сервис был отличный, персонал просто потрясающий. Если вы захотите остановиться в этом отеле в Стамбуле, ссылки в описании. И на хамам, и на отель. И сейчас мы отправляемся на Кадыкёй. В этот раз мы поедем не с Токсима в аэропорт, а на Кадыкёй. Мы едем кушать балык-эк-мек. Что это такое, расскажу вам чуть позже. Но, если вы знаете, любите балык-эк-мек, напишите об этом в комментариях. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже на Кадыкёе и приехали кушать балык и кмек. Друзья, что это такое, Айхан сейчас покажет. Это рыба в хлебе с луком, салатом и морковкой. И Айхан его посолил и сейчас будет тоже поливать лимонным соусом. Балык и кмек едят с шалгамом, кстати. Балык и кмек стоит 10 лир и сидим мы вот в такой вот кафешке. Прям на берегу около Кадыкёе станции паромов Кадыкёе. Друзья, мы уже в аэропорту и как всегда сделали онлайн чекин и взяли свои билеты. И нам не пришлось стоять вот эту вот огромную нереальную очередь, потому что мы летаем только всегда с ручной кладью. Сейчас идём на самолёт. Наш самолёт через полтора часа. В общем, проходим все проверки и наконец-то летим в Аланью. Вот он наш самолёт, на котором мы сейчас отправляемся в Аланью. Кстати, друзья, в этот раз билеты на самолёт я купила очень дешёвые и туда-обратно. Но средняя цена на билет у нас получилась 300 лир на человека. То есть туда 150 и обратно в Истамбуле тоже 150 и покупала. Я, кстати, билеты за неделю. Поэтому смотрите и следите за ценами. Мы уже в Аланье прилетели. Сейчас 10 часов вечера и идём на Хаваш. Хаваш – это трансфер, который приближает к регулярным рейсам Пегасуса и турецких авиалиний. Вот он наш самолёт, на котором мы прилетели. Я думаю, что на этой прекрасной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока, ребёнок. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова